ТОР-2019 ФОТО ОИМС КУПОЛ 2019 год был наполнен событиями, связанными с российскими зенитными ракетными комплексами. Причем это касалось не только ЗРС большой дальности, С-300 и С-400, но и их соратников ниже стоящего звена. ЗРК малой дальности семейства ТОР практически каждый месяц занимали верхние строчки информационных лент. Так, в 2019 году была официально подтверждена информация об участии ЗРК ТОР-М2 в контртеррористической операции в Сирии. Стало известно, что, обеспечивая ПВО Хмеймима, Купольский комплекс уничтожил около сотни средств воздушного нападения, атаковавших базу. По итогам боев ЗРК ТОР-М2 не только подтвердил заявленные характеристики в реальных боях, но и был признан оптимальным средством борьбы с малоразмерными низколетящими целями. В результате, как сообщили СМИ со ссылкой на неназванный источник в головкомате ВМФ, 1096-й зенитный полк Черноморского флота, обеспечивающий ПВО Севастополя, решено перевооружать не на комплексы средней дальности, а на ЗРК ТОР-М2. В июне на форуме «Армия-2019» был представлен макет ЗРК семейства ТОР на корпусном колесном шасси Брянского автозавода. Это стало еще одной демонстрацией возможностей ЗРК ТОРов по сопряжению с самыми разнообразными шасси по выбору заказчика. В июле на полигоне на Новой Земле силы ПВО Северного флота провели масштабное учение с использованием арктического варианта зенитного ракетного комплекса ижевского производства. В ходе учения арктический ЗРК ТОР-М2ДТ в очередной раз доказал, что способен обеспечить реальную защиту административных и военных объектов от ударов современных средств воздушного нападения в этом отдаленном российском регионе. 30 ноября 2019 года подразделения ПВО Северного флота, оснащенные ЗРК ТОР-М2ДТ, заступили на боевое дежурство. В октябре 2019 года дивизионный комплект ЗРК ТОР-М2 в составе 12 боевых машин и средств управления отгружен в 726 учебный центр войск ПВО Сухопутных войск для проведения обучения и перевооружения 245 зенитно-ракетного дивизиона 42 мотострелковой дивизии Южного военного округа. Стоит отметить, что ЗРК является не только важнейшим компонентом обеспечения безопасности России, но и важным инструментом геополитического влияния. Примером этого являются совместные египетско-российские учения «Стрела дружбы-2019», прошедшие 26 октября 7 ноября на полигоне учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет. В них были задействованы и состоящие на вооружении ПВО Египетских вооруженных сил зенитные ракетные комплексы ТОР-М2Э. Производителем и разработчиком ЗРК семейства ТОР является Ижевский электромеханический завод «Купол», входит в состав концернов «Коалма-Сантей». В этом году предприятие завершило работу по исполнению госконтракта в рамках государственной программы вооружения 2011-2020 годы. Все шесть дивизионных комплектов ЗРК ТОР-М2Э и ТОР-М2Э поступили в войска в срок либо досрочно. Надежность предприятия, высокое качество его изделий стали основанием для заключения нового контракта в рамках ГПВ 2018-2027 годы, который был подписан между предприятием и Минобороны РФ 19 сентября этого года в Ижевске в присутствии президента РФ Владимира Путина. «Купол» взял на себя обязательство до 2027 года изготовить ЗРК ТОР-М2Э и ТОР-М2ЭДТ на общую стоимость почти в 100 миллиардов рублей. Столь долгосрочный контракт был заключен с предприятием ВПК страны впервые. ЗРК семейства ТОР являются основными, но не единственными военными изделиями производства «Купол». Завод активно расширяет линейку своей продукции оборонного назначения. В 2019 году состоялись дебюты новейших разработок и МСКУПЛУМТК «Адъютанты БМ Тайфун ПВО». Эти изделия разрабатываются предприятием в инициативном порядке, но в тесной взаимосвязи со специалистами Министерства обороны РФ под общим руководством концернов Куалма-Сантей. Универсальный мишинно-тренировочный комплекс «Адъютант» предназначен для создания сложной, максимально приближенной к боевой мишанной обстановке в ходе тренировок расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов и систем. В 2019 году средствами МСК «Адъютант» создавалась мишанная обстановка в ходе испытаний новейшей российской ЗРС С-300В-4, во время учебных стрельб ЗРК ТРМ-2ДТ на Новой Земле, на других испытаниях и учениях. Еще одна купольская изделия оборонного назначения, БМ «Тайфун ПВО», предназначена для обеспечения мобильности и повышения боевой эффективности стрелков-зенитчиков ПЗРК. На опытных образцах этих машин российские зенитчики успешно выступили в ходе конкурса «Чисто небо армейских международных игр-2019», проходившего в Китае. Также предприятия осуществляют модернизацию ранее произведенных комплексов. Среди них ЗРК ОСА, также отметившиеся в лентах новостей 2019 года. В ноябре в интернете появилось видео уничтожения ЗРК ОСА АКМ ударного вертолета «Апач». Это событие подтвердило, что ОСА по-прежнему остается грозным противником для современных средств воздушного нападения. На ИЭМС Купал разработана программа модернизации этого комплекса до уровня ОСА АКМ-1, что позволяет существенно увеличить его боевые возможности.